При изучении техники реальной активной самообороны рассматриваются несколько вариантов. Варианты болевого контроля и варианты уничтожения предполагаемого противника. Почему система является комплексной? Потому что любой человек, военный, военнослужащий, который защищен приказом министра обороны, имеет табельное оружие и его предназначение уничтожать потенциального врага. Но в любой момент военнослужащий, находясь вне расположения воинской части, находясь дома, становится обыкновенным гражданином своей страны. И, соответственно, попадает под нормативную базу статьи о необходимой самообороны. Это уже гражданский человек, и в отношении группы криминальных элементов будет рассматриваться процессальный кодекс. Также полицейский может оказаться вне служебной деятельности без табельного оружия. Его уже не будет защищать система органов безопасности и правопорядка. А в некоторых случаях это будет еще служить отрицательной характеристикой при рассмотрении дела в суде, так называемый оборот не в погонах. И гражданский, а также охранник и телохранитель может попасть как в зону вооруженных конфликтов и может оказаться в экстремальных ситуациях. В связи с этим мы рассматриваем комплексные методы подготовки и обучения военных. Также обучаем техники полицейского прикладного боя, возможно, техники охранника телохранителя, охранника телохранителя своей семьи. И для гражданских мы вводим для срочной службы, службы по контракту, службы в войсках специального назначения, также в подразделениях, спецслужбах и методы эффективной самообороны. Раздел рукопашной боя и самообороны. Техника, тактика и стратегии реального боя. Этот раздел посвящен изучению техники, тактики и стратегии реального боя с оружием и без оружия против одного или группы противников. На различной местности, в различных условиях выживания. В городских условиях, один на один с природой, в зоне вооруженных конфликтов. В сложных условиях, условиях ограниченного пространства. Каменные джунгли, лестницы, коридоры, проемы, лесной массив, горная местность, окоп, траншея, различные здания.